Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 22 года, а я не могу определиться с профессией и вообще с тем, чего я хочу. Мне ничего не хочется выбирать. В то же время я переживаю за будущее, за то, что я считаю, что у меня должна быть какая-то профессия. Есть боязнь выбрать не ту профессию, как мне быть, как понять, чего я хочу, какую профессию хочу выбрать. Ну, мне кажется, что первое, что приходит здесь на ум, это, конечно, вариант пройти профориентированный тест. Вот. И с его помощью посмотреть, какая профессия вам подходит. Это первый момент. Второй момент, это, пожалуй, про то, именно второй момент. Это про то, что у вас есть какая-то тревожность, страх, я бы сказал. То есть, вот, вы, ну, боитесь, и, в принципе, страх вам вполне может мешать. То есть вам, ну, на самом деле, страх может мешать, собственно, выбирать. Потому что, ведь ошибка это нормально. Ну, ошибка, я имею ввиду, ошибка с профессией. Это совершенно нормальная история. В этом нет ничего такого странного. В этом нет ничего такого страшного. Вот. То есть хорошая новость здесь заключается в том, что если вы ошибетесь, то вы получите опыт, ну, необходимый, нужный вам опыт того, что ваше ощущение. Я бы сказал, что без этого опыта, то есть если этот опыт не получить, то, в принципе, и, ну, действительно, вот довольно тяжело разобраться в том, чего вы хотите. Получать опыт вы себе запрещаете, вот, вы себе запрещаете получать опыт, потому что боитесь ошибиться. То есть вы не даете себе, в этом смысле, в этом смысле право на ошибку. И мне кажется, вот, ну, то, с чего бы я начал, это всё-таки с позволения себе ошибиться. Вот. Потому что, извините, ну, человек может ошибиться, человек может поступить как-то не так, человек может выбрать что-то не идеальное. Это, на мой взгляд, абсолютно нормально. И вот то, что вы боитесь за своё будущее, то, что вы по большому счёту требуете от себя, чтобы у вас была какая-то обязательная профессия, а вот это вот является вашим самым здесь главным, как мне кажется, врагом. То есть вы выбираете профессию, потому что должны вы, ну, переживаете из-за того, что у вас нет профессии, именно потому что вы боитесь будущего. Вот. А страх будущего, он, в принципе, возникает из-за недоверия человека самому себе. То есть, вот, вы не доверяете, ну, как бы, самой себе здесь. И, как результат, боитесь и хотите какую-то определённость. Вот. Вот. Что вы можете сделать. Ну, здесь. Вы можете, на мой взгляд, выбрать психолога и поработать с ним. поработать со своей тревожностью, поработать с тем, что он вас, ну, волнует, беспокоит, найти причины тревожности, это более чем, более чем реально, вот, найти причины тревожности, и дальше уже смотреть, что вы будете, как бы, с этим делать, вот, что вы хотите с этим, ну, с этим делать, а пока что вы, на мой взгляд, идете сами по своей голове, то есть, ну, я не знаю, замечаете вы или нет, но пытаясь игнорировать то, что вас беспокоит, выше только, еще больше это усиливаете, не знаю, понимаете вы это или нет, но это, я боюсь, работает именно так, вот, ну, и тут уже нужно атаковать исключительно от вашего состояния, вот, тут нужно отталкиваться от того, чего вы сами хотите сейчас, все ваши желания, такое чувство, ну, что, ну, вот, ни много ни мало, да, как бы, погребены под тревогой, погребены все ваши желания, вот, ну, я бы не сказал, что это, что бы, я бы не сказал, что это, что бы такое, прямо аномальное, вот, я бы сказал, что в рамках того, что вы описываете, я бы вполне, ну, вполне себе, ээээ, вполне себе закономерно, вот, другое дело, что вам от этого не легче и вам очень тяжело и, ну, страшно, страшно даже, я думаю, вот, вы сами об этом, в принципе, говорите, вот, поэтому, как бы, тут решать исключительно вам, что делать. На мой взгляд, лучшее, что вы можете, это выбрать, вот, психолога, да, и начать, как бы, с ним работу, вот, и начнете, ээээ, с психологом работу и проблему тревогности решиться для вас. Естественно, это процесс такой, я бы сказал, постепенный, это, это не то, что, сразу происходит, это не то, что, сразу получается, получается, конечно, вот, но, тем не менее, это вполне реально. Вот как-то так, ээээ, какой-то вот, такой ответ я бы мог вам предложить с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, вот, с точки зрения своего опыта, который у меня, у меня есть, и надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Эээ, каких-то универсальных способов, рецептов, эээ, помочь вам выбрать, эээ, профессию, нет, и быть не может, потому что указывая, ээээ, указывая свой путь, это нормально. Поэтому обращайтесь, ээээ, за помощью, если проф, ээээ, тест вам не поможет, обращайтесь за помощью, и я думаю, что, ээээ, решение, какое-то будет, так или иначе найдено. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что, ээээ, вы обязательно, ээээ, дадите обратную связь. По моему ответу, это позволит вам, ээээ, начать, над, с собой работу. Это позволит вам, ээээ, формулировать, основные постулаты для, ээээ, для психотерапии. Я хочу пожелать вам удачи, я хочу пожелать вам, ээээ, всего, самого доброго. И надеюсь, что, эээээ, ваша, ээээ, ситуация будет успешным образом разрешена. Спасибо. Спасибо.